Всем бонжур! Меня зовут Полина, с вами Читалочка, и сегодня мы с вами будем распивать кофеек и отвечать на вопросы тега детектор лжи. В моем инстаграме многие поддержали эту идею, поэтому наслаждайтесь. Некоторые вопросы не являются для меня какими-то провокационными или новыми, если честно, но если вы давно подписаны на мой канал, вы все равно можете услышать здесь что-нибудь новенькое для себя, поэтому не будем затягивать и погнали! Вы сначала решили открыть канал на YouTube, а потом определили, что он будет о книгах, или наоборот, сначала вы увлеклись чтением и потом решили, что канал будет об этом? Нет, 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 чтением я увлекалась всю свою жизнь, и история создания канала для меня, по сути, выросла из прочтения книги, Барбары Шер, о чем мечтать или что-то в этом духе, подробнее можно посмотреть в соответствующем видео. Я читала эту книгу, сидела без работы, думала, куда же себя примкнуть, и с помощью тестов, которые были в этой книге, я поняла, что хочу рассказывать о книгах и получать за это баблишко. И в целом, путь-дорога моя сразу обозначила свой пункт назначения, а именно YouTube, потому что здесь можно говорить о книгах и получать какую-то копеечку с монетизацией, но, как оказалось, действительно копеечку, но об этом я расскажу в ответах на другие вопросы. Так что канал был создан изначально с целью рассказывать о книгах, тем более была забавная история, я когда вообще смотрела, есть ли на YouTube такой сегмент, я просто вбила в строку поиска книжные обзоры и увидела только сплошные книжные покупки, и тогда я решила, что, хм, здесь есть о чем рассказывать. В целом, это было, конечно, самоуверенно с моей стороны, потому что все-таки в итоге нашлись каналы, которые, видимо, не индексировались поиском, на которых люди действительно рассказывали о книгах, они просто показывали обложки и делились эмоциями, почему они хотят ее прочитать. Так что, в целом, все оказалось гораздо шире, гораздо глубже, и меня это, безусловно, порадовало. Второй вопрос. Если у вас отключат монетизацию на канале, продолжите ли вы снимать видео? И вот о чем я говорила сначала. Монетизация на книжном канале не приносит большое количество денег. Это не золотые горы, мы тут не купаемся, как с Круджи Макдаки в каких-то монетных берегах, в волнах. Нет, этого здесь нет, к сожалению, но хотелось бы. Но при этом, если отключат монетизацию, я продолжу снимать ролики, потому что есть еще сегмент заказной рекламы, об этом тоже позже. Но знаете, что будет плохо? Что будет плохо, если у вас отключат монетизацию, и у меня в том числе, но я знаю, что меня посмотрят мои коллеги. Короче, чем больше рекламы в ролике, именно внедренной рекламы, она может проигрываться не вся, так уж устроена криво-косая эта система. Но при этом YouTube чаще выкидывает в рекомендованные те ролики, в которых есть монетизация и достаточное количество рекламы. Это в интересах YouTube больше показывать рекламы, потому что в конце концов, большая часть денег за эту рекламу уходит именно в Америку, именно Google, именно YouTube, но никак не блогеру. Но при этом факт фактом, чем больше я стала добавлять рекламу в ролик, именно внедренную, я не знаю, показывается она у всех или нет, к тому же существует отблог и прочие радости жизни. Но факт фактом, мои ролики стали чаще попадать в рекомендации. Вот то, что их не смотрит никто, это уже другая история, но такова жизнь. Прорекламируете ли вы откровенно плохую книгу на канале за 5000 долларов? 5000 долларов, не буду вам переводить в рубли, курс нестабилен, но вы прекрасно понимаете, что это довольно крупная сумма. Я, конечно, могу здесь повыпендриваться своими принципами и так далее, но вместо этого я побуду занудой. Реклама и личная рекомендация очень сильно отличаются друг от друга. Реклама, как вы могли заметить, если вы очень внимательный зритель, реклама всегда обозначается определенной плашкой, и также внизу в описании ролика я всегда пишу, если ролик был спонсирован, если его кто-то поддержал. Поэтому, в принципе, внимательные зрители и так поймут, что я могу рекламировать плохую книгу. К тому же я не считаю моих зрителей за дебилов, если честно, и я надеюсь, вы сами не считаете себя тупенькими, но я уверена, что если встанет такой вопрос, я смогу рассказать о книге так, что никто даже не подумает о том, что мне она действительно понравилась и что я ее рекомендую, хотя, возможно, установленные по тех заданию фразы и будут звучать. Еще один момент, который касается также плохих книг и их рекламы. Знаете, когда я сняла ролик про Стейс Крамер и 50 дней до моего самоубийства, я надеюсь, сейчас у этого ролика хотя бы не отключат монетизацию за произнесение этого слова. Короче, это один из самых популярных роликов на канале. Количество просмотров там что-то под 400 тысяч, хотя монетизация у видео отключена. Но! Когда я говорила с кем-то там из топов издательской группы Exmo AST, мне сказали, Полина, спасибо вам за рекламу. Я так и думаю, я же эту книгу вот со всех сторон просто вот как бы... Какая реклама? С другой стороны, да, маркетинг это всегда маркетинг. И плохая реклама это реклама в том числе. Так что, безусловно, я бы такие деньги с радостью взяла. Тем более, что в деньгах никогда не имела чувства достатка. Вот так скажу. Потому что, да, к сожалению, мы живем в таком мире, в котором деньги нужны всем и вся. И даже если вы какой-нибудь ворчун, который говорит, ох, кругом сплошная коммерция, ну, расслабьтесь, не платите за свет, не платите за интернет и не пишите об этом в комментариях людям, которые хотят много зарабатывать, хотят путешествовать, хотят помогать своим близким и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, нет, пожалуйста, предложите мне кто-нибудь 5000 долларов за рассказ о вашей плохой книге. Я буду очень этому рада. И в любом случае ее прочитаю и постараюсь быть непредвзятой в своем рассказе. Вот. Что касается, кстати, вообще платных заказов, У меня в прайсе раньше было прописано, что вы покупаете не мнение, вы покупаете время, которое тратится на прочтение вашей книги, на изучение, на написание сценария, но вы покупаете не мнение. Сейчас я перестала брать все книги подряд, просто я стала более выборочной, и, как правило, я стараюсь не брать на рецензии и, соответственно, на обзор те книги, которые, ну вот, ну прям чуйка вот говорит, Полина, это будет плохо. Вот такие книги я стараюсь просто элементарно не брать на прочтение. Четвертый вопрос. Вас ругают в комментариях, находя вас и в ваших роликах массу недочетов. Попытаетесь ли вы вступить в диалог и оправдаться? Я, если честно, вообще не любитель оправдываться. Так уж сложена моя внутренняя конституция. Но при этом критика же бывает разная, да? Можно ругать и говорить, что, о, господи, ты не накрашена, ты умираешь, и, в принципе, сдохни, как бы хрен с тобой. Можно конструктивно вносить какие-то правки. И то, знаете, многие даже конструктивную критику умудряются преподать под таким соусом, что это, конечно, просто швах и такого человека просто в черный список, и какого лешего вообще тратить на него свое время и с ним разговаривать. Помните, я снимала обзор на книгу «Как разговаривать с мудаками»? Вот, я по-прежнему стараюсь придерживаться тех принципов, которые в своей книге и доносил до меня автор. Вас начинает критиковать на своем канале. На канале. Хорошо, знакомый вам блогер. Все, у вас плохо и скучно. Кто вас только смотрит? Самые классные люди на YouTube. Ваша реакция? Ну, во-первых, я очень сильно удивлюсь. Значит, это человек, с которым мы не очень-то близко знакомы, потому что я уверена, если что-то у меня на канале будет не так, то ко мне придет кто-нибудь из моих коллег, я не знаю, в Телеграме, позвонит мне или напишет, что «Полин, по-моему, тебе пора меняться, по-моему, нужно что-то изменить». Вот, хорошие мои знакомые могут так сделать, и я буду только рада тому, если так случится. Но при этом, если вот так вот ни с того ни с сего это происходит на канале, ну, естественно, я в первую очередь напишу этому человеку лично и спрошу, типа, «Эй, у тебя же есть мои прямые контакты, в чем проблема?» Это будет первая реакция, а дальше уже будем разбираться, что его сподвигло на такую, не знаю, критику, видеокритику, на трату своего времени, чтобы рассказать, какая я плохая, скучная и тому подобное. Шестой вопрос. Вы взяли на себя обязательство прочитать книгу до определенного срока, но не успели? Именно поэтому я никогда не ставлю себе рамки, кстати. Вы признаетесь в этом или предпочтете узнать краткое содержание книги, чтобы не ударить в грязь лицом? Не люблю краткие содержания, я им не доверяю, если честно. Я как-то... Дело было еще в школе, и дело касалось Гончарова и его Обломова. Я не успевала прочитать книгу. Примерно тогда я открыла в себе способность читать по диагонали, как говорится, почувствовала жар пятой точкой. И отправилась к краткому содержанию. И когда я его читала, я такая, хм, что-то тут не так. Абсолютно не так. И в итоге я все-таки прочитала эту книгу по диагонали, успела, и поняла, что ту информацию, которую преподносили в кратком содержании, просто переврали. Это был не пересказ книги, не краткое содержание, а просто фантазия какого-то больного ублюдка, который решил разместить свою версию Гончарова, его Обломова на каком-то сайте. Так что с тех пор никаким кратким содержанием я не доверяю и предпочитаю все-таки читать книгу от корки до корки. Ну а если она уж мне совсем не заходит, то я об этом так и говорю, что нет, пардон, мне это слишком скучно, и рвать себе жопу, чтобы прочитать, я не планирую и не хочу и не буду. А не хочу для меня, как вы помните, это всегда очень важный аргумент. Что вас откровенно раздражает на Буктьюбе? Раздражает? На самом деле, в последнее время практически ничего. Ничего. И. Раньше я бы с легкостью тут ответила, книжные покупки, ну господи, ну это же бездарность. А сейчас я просто не смотрю этот формат, но он мне не интересен, как бы и черт с ним. Че из-за него раздражаться и беситься? Ну есть и есть. Это популярный формат. Я до сих пор удивляюсь тому, как мой канал более-менее держится на плаву вне этого жанра, вне жанра книжных покупок. Никогда их не снимала, не буду снимать, не планирую, и поэтому как бы, ну и че. Ну снимают другие, им это нравится, нравится их зрителям, и все. Беситься и раздражаться из-за этого я точно не планирую. Единственное, что меня стало иногда вот прям подбешивать, это комментарии, написанные, ну как бы вне видео. Например, я в ролике, вот недавнем, да, рассказываю, почему я, например, не люблю фэнтези. Вроде бы все по полочкам разложила, вроде бы все объяснила. Так нет, люди, видимо, как-то, не знаю, может быть, с берушами смотрели этот ролик и начинают его комментировать так, как будто они его не смотрели. Вот это мне кажется скорее странным. Не могу сказать, что это прям вот раздражает, и у меня начинает дергаться глаз, но это меня прям вот удивляет, очень сильно удивляет. Мне кажется, просто люди, которые приходят на книжный канал, они должны быть очень внимательными, очень учтивыми. Ну а иногда случается вот такое. Конечно же, оскорбление. Ну, оскорбление это как бы проблема тех людей, которые оскорбляют меня или там других блогеров. Это как бы все временное явление, и, как правило, знаете, вот еще заметила какую штуку. Как правило, эти комментарии не имеют под собой дальнейшего развития диалога. Даже если вы что-то напишите человеку, ну там, да, не знаю, спросите, а какой у вас уровень IQ, вам никто не отвечает. То есть это временный выплеск негативных эмоций, и дальше все, человек написал какую-то гадость, убежал, и все. И он про вас больше не помнит, а вы там сидите себе, придумываете, а как бы ему поинтереснее ответить. Ну, тоже, короче, херня, не стоит вашего внимания. Поддаетесь ли вы ажиотажу, когда на Буктьюбе все читают и хвалят какую-либо книгу, а вы изначально не собирались ее читать? Ну, мне кажется, нет, не поддаюсь, мне это не всегда интересно, и, как правило, в этот ажиотаж попадают те книги, которые я просто не хочу читать. А не хочу для меня это важный аргумент, поэтому нет, я не поддамся ажиотажу. Я могу поддаться ажиотажу большого количества просмотров, поэтому, да, скоро будет обзор на Долбаный Абиссаль, конечно же, я не могу это упустить, но всеобщему рейву, всеобщему настроению, нет, точно не поддамся. Но могу ошибаться. Поживем-увидим, короче, что вообще об этом? Сколько времени на ваших полках лежит непрочитанная книга, которую вы показали в одном из самых первых видео о книжных покупках? Я думаю, на этот вопрос отвечать мне не нужно, потому что книжные покупки я не снимаю и не показываю вам книги просто так. Сколько бумажных книг вы покупаете в месяц, а сколько бумажных читаете? Со мной вообще не стоит говорить о цифрах, серьезно, в этом плане и в том числе, потому что я книги читаю, я их не считаю. В целом же могу сказать, что вообще-то последнее время я перестала брать книги у издательств, беру только у некоторых, и при том очень так прям выбираю полноценно, никогда не беру новую стопку книг у издательств, если у меня что-то не прочитано с предыдущего заказа, но стала чаще покупать книги, покупая, вы знаете, их в лабиринте, всегда упускаю момент со скидками, то есть я заказываю книжки, херакс, на следующий день скидки, и я сижу и думаю, ну и куда-то торопилась. Так что, да, вот такая вот я молодец, последний раз я заказала 4 книги, 3 из них касались Витгенштейна, и еще одна... Не помню, не помню, честно, не помню, но скоро вам расскажу в новом выпуске Чичи-Бычи. Как часто бывает ситуация, когда вы покупаете книгу, а потом через какой-то период избавляетесь от нее, даже не прочитав? Никогда. Ни одного такого случая вспомнить не могу, серьезно. Хотя я начала уже подумывать, куда же мне девать вот то самое издание Игры Престолов, которое не очень отвечает моим стандартам перевода и моим запросам на перевод, но пока таких случаев еще не было. И последний вопрос. Вы продаете ненужные книги или храните у себя, или раздаете друзьям? Было время, когда я относила ненужные книги в библиотеку, было время, когда пыталась их вам рассылать просто за оплату почтовых расходов, но это все очень тягомотно, это все очень долго, поэтому сейчас большинство книг, которые мне уже никогда в жизни не пригодятся, они ждут своего часа, чтобы их забрал кто-то из друзей, из знакомых, из приятелей, либо я их подарила кому-то из родственников, потому что, как вы помните, книга — это лучший подарок. И на этом все. Больше вопросов нет. Наверное, нужно поблагодарить Людмилу Личу за то, что запустила этот тег на Буктьюбе. Было интересно, я надеюсь, что и вам было довольно-таки интересно. Если у вас есть еще какие-нибудь действительно провокационные вопросы, то обязательно пишите их в комментариях, порассуждаем с вами, попьем кофейку, про которую я совсем забыла, пока отвечала на эти вопросы, но не суть. Не буду просить вас подписываться на канал, лучше смотрите те ролики, которые еще не смотрели, и рассказывайте, как проходит ваше книжное лето. Всем! Субтитры сделал DimaTorzok